Удивительная книга «Инфодайнг. Знания». Сегодня хочу прочесть еще одну главу, маленькую, на страничку. «Воля и интерес». На самом деле в этой книге мы раскладываем, вот просто как семечки щелкаем те вещи, к которым мы не привыкли относиться так, как мы видим их в этой книге. Мы убираем ложь и подсвечиваем действительно чистые знания. И когда человек вот так воспринимает мир, для него мир открывается другими красками. Итак, воля и интерес. Воля и интерес – два крайних состояния разума. Воля чувствуется как расконцентрация, низкочастотное состояние, нехватка силы. Как же воля? А чувствуется как нехватка силы. Интерес же наоборот мобилизует, это концентрация, луч. Интерес проходит сквозь любые преграды, а волю надо собирать в кулак. Воля собирает человека, поднимает, а интерес окрыляет. Воля и интерес – это элементы управления силовым ресурсом, а управляет им разум. Благодаря этому создаются игры разного уровня разной частотности. Интерес – это про отсутствие препятствий, стен, преград. Воля – это про создание стен и желание их прошибить, бороться, прилагать усилия. Воля – это когда нет цели, она не сфокусирована. Интерес – вижу цель и не вижу препятствий. А в чем ключевое отличие? Фокус внимания заменен силой. У воли – внимание на препятствии, а у интереса – на цели. Подмена цели на путь достижения. Когда нет препятствий, есть кайф и есть результат, потому что четко есть цель, и мы ее видим. Когда есть препятствия, надо преодолевать их, цель ими перекрыта. И тогда фокус на достижении, а не на цели. Подмена. На всю воля Божья препятствия – это ключ. Бог создал препятствия для преодоления. Бог виноват, Он за это в ответе. Вынос Бога и разворот игры в препятствия. Все примитивно просто. И мы на определенном этапе наступили на эти грабли, не осознавая, когда впечатывали новую программу при отработке, добавляли воля наша, и этим фокусировались на выздоровлении, как на процессе, а не на здоровье, как на результате. Воля наша убираем, нет препятствий. Вижу цель и имею сразу в яблочко. Это про инфодайинг. Воля – это создание времени на достижение результата. Закладка времени на движение к цели. Любой обряд в религии или секте – воля Бога. А это создание препятствий ребенку. Мы зависим от Бога, которого вынес. Из-за него ты не можешь иметь сразу игра во времени, на достижение, на трудный путь. Так и есть. Нет препятствий. Четко поставленная цель и ее получение здесь и сейчас. Шаг, ритм, результат уже есть. А теперь смотрите, как мы ведем себя в жизни. Нам надо открыть бизнес. Ой, у нас же не получится. Там же исполком не даст. Там не регистрируют. Там надо деньги вложить. А там, может, скажут плохо. Куча советчиков, которые скажут, что это невозможно. Все наше внимание на препятствиях. И тогда мы тратим силовой ресурс, прилагая волю к победе. И мы боремся. И мы привыкли бороться. У нас же вон памятники кругом. Мы победители в войнах. Нам же надо танки поставить везде. Мы же на танках будем переть, потому что мы будем тратить свой силовой ресурс на то, чтобы получить. А нифига. А если у вас есть интерес, и вы в кайфе, то вы это имеете здесь и сейчас. И тогда ваша ламборгини не будет заменена запорожцем только потому, что вы очень тяжело прошли этот путь. И в процессе вы изменились и согласились на запорожце. Представляете? Вот она подмена. Когда вы эти подмены осознаете из глубины, тогда практика 100 глаголов делается легко. Мгновенно. Потому что ты находишь свой интерес, и ты не знаешь, как по-другому жить иначе. Вы спросите людей, или даже клубы посмотрите. Вот у нас есть люди, которым мы задавали вопросы. Вот ваша жизнь до инфодайинга, а ваша жизнь после инфодайинга. Хотели ли вы вернуться в ту свою жизнь? Там на 3-4 года назад. Тогда, когда вы уходили, когда вам надо было преодолевать препятствия, когда весь мир был объективным, и надо было с ним бороться, и что-то делать, и выживать, и так далее. И вы были в теории Дарвина. И сейчас, когда вы Бог, когда вам интересно жить, когда каждый момент наполнен интересом и любимым делом. И ни один из людей не согласен вернуться в прошлое. Потому что там они были не они. Потому что там человек неискренен. Там человек вынужден бороться. Там человек вынужден, вынужден, вынужден. А кто его вынуждает? По большому счету, он сам. Он сам создает препятствия, держа на них внимание. И поэтому, например, при работе с аутизмом, мы учим мам держать внимание на выздоровление ребенка. Учим мам замечать положительные изменения. Ой, ну подумаешь, не было указательного жеста. Ну вот он же по-прежнему еще какает в штаны. Подожди, ты обесценила указательный жест. И ты ждешь, что он перестанет какать в штаны? Нет. Интересно. Интересно. О, у него уже есть указательный жест. Интересно, что будет дальше? А дальше он перестанет какать в штаны. Понимаете, вот это все управление своей психикой и, соответственно, теми процессами, которые создают вашу реальность. Психика первична. Психика первична. Материя вторична. Но при этом нельзя обесценить ни материю, ни психику. Потому что это зеркальные отражения. Материя – это отражение психики в зеркале. Да, господа, это так. Но к этому надо прийти через собственное осознание, через собственное понимание, а потом озарение. И книга «Инфодайвинг знаний» – она седьмая. Она на этом пути помогает. Но этот путь нереально проделать, не прочитав книгу «Управление восприятием», чтобы банально оторваться от объективной реальности. Она же в вашей жизни настолько объективна, что вы даже ни на миг не допускаете ее субъективизма. Научный коммунизм, он настолько плотно прошит в головах. Потому что мы все копировали своих родителей. И сознание никогда не было первичным. И даже, как на крайний вариант, дилемма, что первичное яйцо или курица, которое останавливает поток вопросов. Ну, не знаю и не знаю. И хрен с ним. А Бог, вот религия уже говорит, он вынесен. Все. Ушли. Уже дельта возникла. Уже есть объективная реальность. И уже не надо брать ответственность за свою жизнь. И нет вариантов субъективизма. Поэтому первично надо понять, хотя бы умом понять, что, возможно, модель управления своим восприятием, при которой объективной реальности нет. Есть только то, что создано в твоей голове. Когда ты это уже понимаешь, следующие шаги, ты начинаешь осознавать, что это действительно так. То есть от понимания идем глубже. И на этом пути придется встретиться с двумя архетипами в вашем подсознании, черным и белым. Два крыла. Черная смерть, белая смерть. На самом деле это архетипы, которые работают с информацией. И каждый день вы с ними сталкиваетесь. Засыпая, белая забирает информацию из вашей психики, а черная загружает информацию на следующий день. И мы этого не осознаем. Как не осознаем день и ночь. И этот процесс у нас остался за кадром. И после этого, когда вы это все прочитали, освоили, будут книги инфодайм над сознанием, инфодайм под сознанием, инфодайм к счастью, инфодайм коллективное и бессознательное, и потом инфодайм к знанию. И потом можно будет перейти к глубинам. Книги инфодайм «Глубина» мы пойдем чуть-чуть позже. Но я считаю книгу инфодайм «Знание» одной из базовых, которая полностью расставляет все точки над «и». Она дает гармоничную структуру психики, полностью разложенную в схемах, и она полностью соединяет понимание и осознание и полностью подключает разум в человеке. Именно разум. Разумный подход. Не умный подход, а разумный подход. Вот эта книга работает как коннектор. Вот включить в розетку человека. Она ключевая. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok